Вести Карачаева, Черкесия В ходе встречи глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов и мэр города Черкесия Алексей Баскаев обсудили мероприятие по подготовке к празднованию столетия Карачаева Черкесии. В республиканской столице в юбилейный год идет масштабная работа по обустройству тротуаров. 7 километров в этом году, а только за последние два года 15 километров. Помимо прочего, в Черкесии за последние пять лет отремонтированы 53 километра автодорог. Благоустраивается Центральный парк и сквер на Ленина. В сентябре после реконструкции откроется детская школа искусств на 700 мест. Соответствующая современным тенденциям, школа станет новым дыханием для преподавателей и воспитанников. Но не только. Здесь можно будет проводить мероприятия республиканского масштаба. Детям должно нравиться выходить на сцену. В школе будет и звукозаписывающая студия, и мультимедийное оборудование. Написал в своем телеграм-канале глава республики Рашид Тимрезов. Мэрия Черкеска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов, зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаевой Черкесии. И принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте активных горожанин, загрузить в раздел «Конкурс» фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ Мэрии Черкеска Армида Нейманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города. Чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место это 100 тысяч, второе место 70 тысяч и третье место это 50 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии прошел форум «Мой бизнес-лагерь-2022», участниками которого стали представители органов исполнительной власти, руководство и сотрудники Центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и других ведомств со всех субъектов России. В ходе двухдневного форума эксперты рассказали участникам о трендах и автоматизации бизнеса, раскрыли вопросы продвижения, рекламы и диджитал-маркетинга. Кроме того, предприниматели узнали об интересных историях успеха соотечественников. Первый молодежный проектный офис откроется в Карачаево-Черкесии, который позволит молодежи сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Офис откроется уже в августе и будет включать в себя наставническую деятельность, единый информационный ресурс, образовательную площадку, онлайн и офлайн-площадки для консультаций, а также площадки взаимодействия и сопровождения. С его открытием более 300 молодых людей Карачаево-Черкесии научатся писать проекты и смогут публично их защищать. Уже год в России работает Президентский фонд культурных инициатив, который стал новым институтом поддержки творческих и креативных команд. При поддержке фонда уже реализовано почти 3000 творческих проектов. Заявки на участие в грантовом конкурсе принимали жители нашей республики. Из них в этом году поддержку получили 4 проекта. Срок их реализации – 18 месяцев. К слову, участвовать в конкурсе могут не только некоммерческие организации, но и индивидуальные предприниматели и негосударственные учреждения культуры. Информацию комментирует министр культуры Карачаево-Черкесии Зурапа Гербов. Это огромный импульс, мощнейший к развитию культуры, потому что здесь тоже важна конкуренция, здесь тоже важны новые идеи. Ну а фонд для того и создавался, чтобы тем, у кого такие идеи есть, но раньше не хватало ресурса, не было возможности в какой-то организации, может быть, работать, предложить свое ведение развития культуры и сделать конкретный проект. Это серьезные суммы, некоторые гранты, там, несколько миллионов рублей. И я думаю, что уже в этом году, в год столетия, прошлогодние наши проекты будут реализовываться, мы будем видеть их результаты, новые проекты сейчас будут тоже набирать обороты. И, в принципе, это та самая цель, которую государство преследовало, чтобы не только госучреждения, стабильно, условно говоря, там, по расписанию делали свои там концерты или выставки, а чтобы что-то яркое, необычное, авторское появлялось на культурном небосводе. 185 видов госуслуг переведут в электронный формат к концу этого года. Услуги по здравоохранению, образованию, ЖКХ и в других сферах полностью переведут в онлайн-формат в рамках проекта по оптимизации и цифровизации. Предпринимателям уже доступно более 20 видов разрешительной деятельности на госуслугах. Благодаря этому сократились сроки обработки документов и выдачи разрешений. В Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 6 километров автодороги регионального значения «Майкоп-Карачаевск». Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения госпрограммы развития транспортной системы». Завершение работ запланировано на 30 ноября текущего года. В Республиканском жилнадзоре прошло заседание с участием представителей всех форм управления жилых домов. Главной темой заседания стала подготовка к приближающемуся отопительному сезону, к которому коммунальщики всегда начинают готовиться заблаговременно. Участники заседания обсудили уже проделанную работу и обозначили фронт работы на ближайшее время. Все управляющие компании, ТСЖ и все другие формы управления жилых домов должны завершить подготовку к холодам к концу августа. Об этом сообщил начальник управления Государственного жилищного надзора Руслан Урусов. Были заслушаны доклады и в рамках этого совещания председатель правительства дал поручение мне, чтобы я тоже проводил совещание со всеми управляющими организациями. Предварительно нашел слабые места, по которым нам надо всем отработать, чтобы не допустить срыв отопительного периода и своевременно и качественно подготовить весь коммунальный комплекс к предстоящему отопительному периоду. Вот в рамках этого поручения сегодня уже мы провели ряд совещаний с руководителями управляющих организаций, обозначили все острые моменты. На сегодняшний день у нас надзорная работа сменилась немного в части профилактики предупреждения, то есть недопущения предупредить и недопустить нарушения в жилищной сфере, нарушений жилищного законодательства. Региональный этап премии «Мы вместе» прошел в Карачаево-Черкесии. 16 участников представили свои проекты в разных направлениях, от студенческого телевидения и благотворительности до профориентационной деятельности и здоровья. Экспертами конкурса выступили представители Фонда президентских грантов и Министерство по делам молодежи региона. Победители получат возможность выиграть грант на реализацию своих проектов. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены до 1 октября текущего года. Состоялось торжественное открытие дамп сразу на двух участках. На реке Уруп станицы Преградной и на реке Тиберда в Карачаевске, на котором присутствовали многочисленные гости и заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, которая дала высокую оценку проделанной на объектах работе и особо подчеркнула хорошие темпы строительства. Все берегоукрепительные работы были завершены раньше плана, по которым окончание работ было намечено на конец следующего года. Строительство дамп финансировалось из резервного фонда Федерального агентства водных ресурсов. Их общая стоимость – 365 миллионов рублей. Убедились, насколько этот объект, во-первых, важен для населения, потому что те горячие глаза населения, которые мы увидели, действительно для них это очень важно, потому что ежегодно они подвергались затоплению, их дома, и многие объекты социального значения. Мы вот стоим рядом возле заправочной станции, и была угроза ее затопления. На самом деле это действительно очень важное мероприятие. И самое главное, что реализация этого мероприятия не просто позволила защитить более 700 человек населения, которые здесь проживают, но вместе с тем дать еще один толчок для развития этой территории, этого региона. И очень важно отметить, что благодаря активной, прежде всего, позиции правительства республики, данное мероприятие было завершено досрочно. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов ведутся также работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Шкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны. Существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. С 9 по 15 августа текущего года высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные туриндустрии. Образовательный проект студентов родом из Карачаево-Черкесии. Легче Академии при содействии регионального Министерства культуры проведет фестиваль с 23 по 30 июля. В прошлом году проект был реализован в картинной галерее Черкеска в виде выставки. В этом году откроет свои двери на курорте Архыс в отеле «Горная роза» и обретет формат фестиваля. Помимо выставки здесь пройдут и лектории, на которых выступят спикеры из различных областей. Мастер-классы по разным творческим направлениям, кулинарии и танцам запланированы также незабываемые экскурсии по Архызу. Часть средств, вырученных с продажи билетов, будут перечислены в благотворительный фонд «Самира». Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определен лучший курорт страны. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом рассказал заместитель министра туризма и курортов республики Артем Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовет лидеров отечественной горнолыжной туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждет торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций Национальной премии Горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале www.nashengory.rf В июне по сравнению с маем этого года годовая инфляция в Карачаево-Черкесии заметно снизилась и составила 16,8%. Такие данные приводят аналитики Банка России с учетом статистики Росстата. Управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков рассказал о факторах, повлиявших на уровень инфляции в нашей республике. В Карачаево-Черкесии замедлился рост цен на плодовощную продукцию. Это произошло из-за увеличения в республике предложения капусты, картофеля и моркови как местного производства, так и из соседних регионов. Важную роль сыграло укрепление рубля. Из-за этого сократились издержки производителей мясной продукции и кондитерских изделий. По той же причине замедлился рост цен на одежду и белье. Кроме того, уменьшились годовые темпы прироста цен на моторное топливо. Казался рост его предложения на внутреннем рынке на фоне ограничений экспортных поставок. Вместе с тем, из-за изменившейся логистики и перебоев в поставках, вылечились годовые темпы прироста цен на парфюмерию и косметику. Темп прироста цен на услуги уменьшился до 5,3%. Основную роль сыграло снижение банками процентных ставок по кредитам. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,7% и вернется к 4% в 2024 году. Налоговые органы Карачаева Черкесии приступили к приему специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках, предоставляемых налогоплательщиками в соответствии с федеральными законами. Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевой Черкесии Татьяна Мамхягова. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаевой Черкесской Республике информирует вас о проведении четвертого этапа амнистии капиталов. До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, о ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что они будут размещены на счетах в российских банках в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации. В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта или лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российские банки и организации финансового рынка. Жители Карачаева-Черкесии могут поддержать воинские подразделения ДНР и ЛНР, присоединившись к масштабному проекту ОНФ «Всё для победы». Общероссийский народный фронт запустил проект в поддержку луганских и донецких военных подразделений, благодаря которому все желающие могут оказать адресную помощь бойцам, занятым в спецоперации. Академический ансамбль Северхавказской государственной Академии «Снежные вершины» выступил на ежегодном фестивале Нарт-Ланы Той-Кюну, который прошел в турецком городе Эски-Шехир. В грандиозном культурном мероприятии приняли участие более пяти тысяч представителей Карачаево-Балкарских диаспор со всего мира. Помимо концертной программы, для участников фестиваля были организованы культурно-развлекательные мероприятия. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Продолжение следует... Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!